Что у нас сейчас, дорогие, на повестке дня? А сейчас на повестке дня кратенький раскладик, который на колоде Тары Безумной Луны. Я её довольно редко беру, я её очень уважаю, но вдруг она попросилась в руки. Обязательно подпишитесь, ведь мои карты знают всё. Попросилась в руки для того, чтобы я сделала для вас анализ отношений. Произнесите вслух своё имя и имя партнёра. Никаких периодов загадывать, ничего не надо. Мы сделаем анализ ваших отношений, и, может быть, этот расклад окажется для вас полезным. Итак, в каких энергиях ваш партнёр к вам на данный период времени? Смотрите, выпадает карта император. Это карта победителя, карта человека, который знает себе цену, который имеет все стратегии, инструменты в руках для того, чтобы реализовать эти отношения, вести их к лучшему. По этой карте часто проходят мужья. Может быть, меня смотрят замужние девочки. Либо те смотрят, кто в отношениях более-менее так стабильных, да, давайте так скажем, либо хотя бы хочет стабильности. Мужчина о себе заявляет очень чётко и конкретно. Может, кстати, принадлежать какой-то военной профессии. Мужчина стратег, мужчина продуманный. Мужчина любит, когда ему, так скажем, подчиняются, его слушают хотя бы так, да. И мужчина этот умеет и знает, как можно завоевать сердце той женщины, которая на него обратила внимание. В данном случае, ваше. Итак, давайте смотреть теперь ваши энергии. Каких вы к нему энергиях. Так, вы в зависимости. Оп, вот мы и приехали, дорогие. Мужчина самодостаточен, а вы в энергиях дьявола. Вы хотите с этим человеком быть везде, всюду, делать тотальный контроль. Но над императором тотальный контроль держать не получится. Осознайте, пожалуйста. Осознайте свою зависимость от этих отношений и попытайтесь из неё выйти. Дело в том, что когда мы находимся в зависимости от каких-то отношений, мы в первую очередь опустошаем себя и разрушаем эти отношения. Давайте теперь посмотрим, третья позиция, что уходит в прошлое от вас в ваших отношениях. Смотрите, 8 пентаклей. То есть тут разговор такой, что рабочие моменты уходят в прошлое. То есть вы считаете, что многое проработано, продумано, проговорено, проделана большая работа. Он считает так же. То есть по сути, вот по этой карте, именно по той позиции, что она ушла в прошлое, я делаю, что вы как-то тут в застое в каком-то. Что есть. Вот мы сейчас смотрим. Ту спентакли. Да, да. Ту спентакли. Каждый считает, что прекрасное начало, либо продолжение, да, что отношения ценные, они важны. Только он, смотрите, как смотрит на эти отношения, он себя реализует в этих отношениях как главный. А вы себя не реализуете в этих отношениях, потому что вы в зависимости. Вот в чем ценность. Ну, вы тоже считаете, что раз вы в зависимости, ну, вы же об этом не знаете, да, пока я вам не сказала, что вы в зависимости, что эти отношения для вас цены. Вот именно ту спентакли вам объясняет это. Давайте смотреть следующую позицию, что будет между вами. Карта разбитого сердца. Кто-то кому-то разобьет сердце и просится в руки другая колода посмотреть, чье сердце будет разбито. Чье сердце в будущем будет разбито. Я, конечно, подозреваю даже, чье. Ну, давайте посмотрим, чье сердце будет разбито. Так, упала карта. Смотрите, если вы младше своего партнера, то разговор о вас, несмотря на то, что вышел Паш Жезлов, человека, который больше вкладывает страстей и эмоций. И, как правило, конечно же, это женщина. Либо, если вы чувствуете себя ребенком в этих отношениях, либо какой-то такой, знаете, может быть, несамодостаточный, может быть, считаете, что вы в этих отношениях еще как бы ценный-то, не ценный, но как-то вот вы не растете в них, да, либо не выросли еще, либо сама не продвигаетесь по пути саморазвития, да. Тот, кто больше эмоционирует на дне колоды Туз Жезлов в этих отношениях, у кого больше эмоций, но, как правило, это у женщин, тот, возможно, и получит в награду разбитое сердце. Думайте, выходите из созависимости. Давайте смотреть итог. Ну, хорошо, допустим, сердце разбито, а по итогу... По итогу что вас ждет? По итогу рыцарь мечей. То есть, если смотрят девочки, смотрите, появляется новый мужчина. Прямо вот рыцарь мечей, который, вот прям в прямом смысле слова, может вас отбить, да, вот у того, вывести вас из этих отношений, отвоевать. Либо вы можете у всех проиграть запраздно, потому что расклад общий, прошу об этом не замечать, либо вы переходите в нападение с претензиями, да, ты меня там, а я там уже годы молодые на тебя потратила, ты мне там кто-то обещал, а это не сделал, а мужчина, может быть, и сделал. Император не может не сделать, просто у вас может быть недостаточно где-то благодарности, да. Либо вы своей зависимостью настолько заклюваете своего императора, что он превратится в рыцарь мечей и будет отстаивать свою свободу, будет отстаивать свое место под солнцем в этих отношениях. В любом случае ни то, ни другое, например, мне не нравится. На сне колоды у нас семь пентаклей. Это разговор о разочаровании. Дорогие, тот, кто у нас в зависимости. Девчули, выходим, выходим, обращайтесь ко мне на консультации. Сейчас, кстати, убывающая луна, можно сделать диагностику негатива. Надо выходить из зависимых отношений, если вы чувствуете, что вы зависите от этого человека, что вы без него, как говорится, не можете жить, что вы не представляете своего будущего без этого человека. Когда мы за что-то цепляемся прямо всеми когтями, руками, ногами, зубами, это от нас, несомненно, ускользает. Вот я и вижу вот такой потенциал в этих отношениях, к сожалению. Но дело в том, что мужчина – это император, и вот есть риск, что он просто примет оборону, и вы начнете друг от друга отдаляться, и начнете оба страдать. Вот об этом тоже, кстати, разбитое сердце. Я желаю вам во всем разобраться, я желаю вам занять правильные позиции, быть в нужных энергиях, осознать свою значимость, и чтобы у вас всё было хорошо. Подписывайтесь!